Добрый день, уважаемые члены Президиума, уважаемые присутствующие. Хочу поблагодарить всех за предоставленную возможность выступить на научно-практической конференции «Гигиенические, эпидемиологические и экологические аспекты профилактики заболеваемости». И хочу представить вашему вниманию доклад на тему «Эпидемиологическое значение популяции ксудовых клещей в распространении клещевого энцефалита на территории города Минска в период с 2012 по 2023 годы». Работа выполнена в соавторстве сотрудниками кафедры эпидемиологии Дороженковой и Чешейко. Клещевой энцефалит относится к природно-очаговым инфекциям. Природа заболевания вирусная. Заболеваемость клещевого энцефалита зависит от ряда факторов, в том числе от напряженности эпизотического процесса в лесных массивах, от лечебно-профилактических противоэпидемических мероприятий, от качества диагностической работы специалистов, от эффективности всех выполненных процессов. И, конечно, необходимо отметить, что в мире ежегодно регистрируется довольно-таки большое количество клинических случаев клещевого энцефалита. Однако, существует общее мнение, что эти цифры явно занижены. Заболеваемость должна быть процентов на 50 выше указанных цифр. Заражение клещевым энцефалитом может происходить при укусе инфицированного клеща, при употреблении инфицированного молока коз, овец, коров, при переливании крови, трансплантации органов, при работе с вирусом в лаборатории. И, кроме того, хочу отметить, что для Республики Беларусь более характерен мягкий вариант клещевого энцефалита, который вызван западноевропейским вариантом этого вируса. Болезнь протекает с умеренными неврологическими нарушениями, то есть более доброкачественно, чем заболевания, вызванные Урало-Сибирским или Дальневосточным генотипами. Разработаны меры специфической профилактики клещевого энцефалита, так как какого-то специфического лечения этой инфекции пока нет. В Беларуси разрешены различные варианты вакцин от клещевого энцефалита, в частности клещевак, энцевир и другие. Но вакцинация проводится с профилактической целью не всем, а группам профессионального риска, то есть лицам, которые выезжают на территории высокоактивных очагов клещевого энцефалита, например, в районы Приуралье, Сибири, Дальнего Востока. В нашей стране вакцинация рекомендуется лицам, которые работают на территории, например, Беловежской пущи или других национальных заповедников. В своей работе мы использовали данные официальной регистрации заболеваемости населения города Минска клещевым энцефалитом, отчеты, учетные формы, данные о численном возрастном составе социально-возрастных групп населения города за период с 2012 по 2023 годы. А в республике рост клещевого энцефалита отмечается, начиная с 1993 года. И, конечно же, для нас представлял интерес, как характеризуется заболеваемость клещевым энцефалитом, какова динамика эпидемического процесса этой инфекции на территории города, как изменилась заболеваемость за последние 12 лет. И этот интерес к заболеваемости клещевым энцефалитом городских жителей не случайен. К городу Минску примыкает Минский район. Он граничит с Пуховичским районом, с Держинским, Червинским, Смолевичским, Логойским, Уздинским, где в прошлые годы заболеваемость клещевым энцефалитом была очень высокой. Это было в 70-х годах прошлого 20 века. И часто на этих территориях регистрировались крупные молочные вспышки. В начале мы оценили долю клещевого энцефалита среди клещевых инфекций. В Беларуси из эксодовых клещей выделяют не только возбудителей клещевого энцефалита, но и болезни Лайма, и гранулоцитарного анаплазмоза, и эрлихиоза. Но в регистрационных документах у нас отражены только две нозологические формы. Это клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Как видим, 96% приходится на заболеваемость болезнью Лайма, а клещевой энцефалит составил всего 3,95% всех случаев, или 269 человек за изучаемый период заболели клещевым энцефалитом. И вот, имея такие исходные данные, мы провели более подробный анализ заболеваемости населения города Минска, оценили не только динамику эпидемического процесса, но и показатели заболеваемости в разрезе отдельных районов города Минска, а также оценили численность клещей-переносчиков и проведенные противоклещевые обработки на территории города Минска. Заболеваемость клещевым энцефалитом в городе Минске в период с 2012 по 2023 год характеризовалась неравномерным распределением по годам, различием минимального и максимального показателя более чем 3,5 раза, средним многолетним показателем, который составил 1,14 случая на 100 тысяч населения, ну и многолетняя эпидемическая тенденция демонстрирует рост заболеваемости, средний темп изменения динамического ряда составил в год 12,3%. Таким образом, мы видим МЭД, выраженную к росту. Как видно из данной диаграммы, больше клещевым энцефалитом болели взрослые, доля детей была небольшой, всего 5%. В 2023 году вообще не было зарегистрировано ни одного случая клещевого энцефалита среди детей и подростков по городу Минску. Как же распределялась заболеваемость клещевым энцефалитом в городе? Обращаю внимание, что в отличие от 2022 года, когда не регистрировались случаи клещевого энцефалита в двух районах, в 2023 году заболеваемость присутствовала в каждом административном районе города Минска. Наиболее высокие доли клещевого энцефалита были отмечены в Советском районе, в Ленинском районе и в Фрунденском районе. Анализируя показатели заболеваемости клещевым энцефалитом в разрезе районов города Минска, Хочется подчеркнуть, что это данные за 2023 год. И, конечно, надо сказать, что показатели заболеваемости ряда районов превышали средний по городу за 2023 год. В частности, выделяется Советский район с показателем заболеваемости 5,65 суток в случае на 100 тысяч населения, что превышает городской показатель в два раза. Ленинский район с превышением городского уровня в 1,6 раза. И партизанский район, где отмечено превышение среднего показателя заболеваемости по городу в 1,2 раза. И, к слову, хотелось бы добавить еще и такую информацию, что во всех этих районах имеются большие парковые зоны. В частности, в Ленинском районе находится Лошадский парк, парк 40-летия Октября, в Партизанском районе, такой большой Антоновский сад. В Советском районе находится Севастопольский парк, парк Дружбы народов. То есть это крупные городские парки, где энтомологи проводят обследование энтомологического характера практически несколько раз за сезон. И в этой связи нами были проанализированы данные по численности эксодовых клещей на маршрутах, которые заложены в парковых зонах города. Оказалось, что численность клещей на флагокилометр методом обследования на флаг снижается на 3% в год. Среднемноголетний показатель численности эксодовых клещей составил 0,39 экземпляров на флагокилометр. Кроме того, в 2021 году были обследованы 122 объекта города. Это зоны отдыха, лесопарковые зоны. И на 33 объектах были обнаружены клещи эксодос рицинус. Доля объектов с эксодидами в городе Минске составила 27%. Для полноты информационных данных мы оценили ответы обратившихся в Центр гигиены и эпидемиологии по поводу укусов эксодовыми клещами в анамнезе. Нас интересовал ответ на вопрос, где произошло присасывание клеща, по мнению респондентов. И, как видим, исходя из ответов, 88% ответов говорят о том, что укусы происходили на даче, у леса, и только 7% опрошенных говорили, что это было в городской черте. На этой комбинированной диаграмме мы видим, как менялась доля территории, заселенных эксодовыми клещами в городе. Хочу обратить ваше внимание на то, что в последние 3 года происходит рост заболеваемости клещевым анцефалитом жителей города Минска. И также растет удельный вес территорий, которые были заселены эксодовыми клещами. Соответственно, в 2021 году доля таких территорий составляла 28,6%, в 2022 году 38,1%, а в 2023 году уже 40,9%. В республике ежегодно анализируется информация о покусах населения эксодовыми клещами. И также мы обрабатываем информацию по обращению жителей города Минска по поводу покусов эксодовыми клещами. Здесь представлены данные за 2002 и 2023 год. За 2023 год показатель обращаемости с покусами клещей в анамнезе составлял 329,6% на 100,000 населения. Это было ниже уровня прошлого года на 4,8%. Соответственно, за 2022 год этот показатель составлял 346,3% случаев на 100,000 населения. И в 2022 году из числа всех зарегистрированных людей с покусами 37% составляли дети возраста до 17 лет. В Минске регулярно оценивается вирусофорность собранных клещей. По данным 2022 года она составляла 2,5%. Перейдем к корресцидным обработкам в городе. У нас реализуются разные меры, которые способствуют снижению численности клещей. Это покос травы, очистка территории от сухостоя, валежника, удаление мусора или опавшей листвы. Ну, применяются еще и химические методы, однако чаще как все-таки дополнительные мероприятия. А в 2023 году площадь, обработанная от клещей, составляла 587 гектаров. Это было на 2,8% больше, чем зон, обработанных в 2022 году. И хочется привести еще один важный факт. Мы посмотрели, как часто передается возбудитель клещевого энцефалита при укусах. И сравнили частоту передачи возбудителя в 2022 и 2023 году. Оказалось, что в 2023 году в 1,7 раза чаще происходили случаи заражения клещевым энцефалитом после присасывания их содовых клещей по сравнению с 2022 годом. Таким образом, на основании представленного материала наши выводы могут быть сведены к нескольким пунктам. Первый. За анализируемый период в городе Минске отмечена выраженная тенденция к росту заболеваемости клещевым энцефалитом с темпом прироста 12,3%. Второе. В течение последних трех лет увеличивалась доля территорий зон отдыха с эксодовыми клещами с 28,6% до 40,9%. Третье. В 2022 году передача возбудителя клещевого энцефалита при укусе составляла 1,224. Значительно чаще осуществлялась передача клещевого энцефалита в 2023 году, когда на один случай заболевания пришлось 126 случаев присасывания эксодовых клещей. Четвертое. Рост заболеваемости и увеличение площади заселенной клещами в городе позволяют рассматривать вопрос о необходимости увеличения объемов противоклещевых обработок в городе Минске. Доклад окончен. Спасибо за внимание.